17,5 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев лидера России за первые сутки после начала регистрации. Участники пятого сезона, среди них немало врачей, программистов и аграриев, готовы отстаивать свои идеи и идти вверх по карьерной лестнице. А помогут им в этом опытные наставники, среди которых немало новых, но узнаваемых лиц. Об особенностях конкурса этого года и его главных задачах репортаж Ольги Мещеряковой. Буквально несколько минут приветствовать друг друга. В наблюдательном совете те, кто гарантирует абсолютную честность и прозрачность знакового для страны конкурса. Вот наши знаменитые спортсмены обмениваются впечатлениями. Наталья Солженицына что-то обсуждает с Алексеем Комиссаровым. Есть новые лица. Рядом с Михаилом Петровским генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. 18 членов наблюдательного совета приступают к работе. Сейчас мы узнаем все параметры нового, пятого сезона конкурса «Лидер России», который стал очень популярен и в нашей стране. Даже с рубежом. Это социальный лифт практически для любого человека. На котором за четыре года успели подняться, а точнее взлететь более четырех сотен лучших, занимая и высокие правительственные посты и должности в ведущих российских компаниях, готовых выполнять самые сложные задачи, в том числе в новых регионах. По-человечески, честно скажу, я бы понял, если бы мы к кому-то обратились, и человек сказал, я не могу, семья, я не готов. Ни одного отказывают. Ни один человек из победителей лидеров России, которым мы предложили поехать работать в освобожденные регионы Российской Федерации, не отказывался. И единственные обиды, которые у нас были и есть, это обиды у тех, кого не позвали. Конкурс теперь максимально приближен к решению реальных проблем. Запрос времени и регионов, с которыми здесь надежная обратная связь. Они должны быть действительно практические, они должны быть значимые. За ними должны стоять конкретные заказчики, которые озвучивают реальные потребности, реальные задачи, которые они надеются решить с помощью участников конкурса лидеры России. Поэтому в этом году проводим такой эксперимент. Накануне открылся прием заявок и сразу рекорд 17 тысяч. Большой социальный лифт снова начал восходящее движение. Ольга Мещерякова, Павел Костриков, Станислав Халитов. Вести.